Ну что же, я буду начинать. Тема сегодняшнего вебинара очень интересная и наверняка актуальна сейчас перед началом учебного года. Тема называется «Предварительное тестирование. Как поймать нужный уровень новых участников?» Понятно, что когда приходят старенькие, здесь мы уже помним, где мы остановились и так далее. Что же касается новеньких, даже если у вас индивидуальные занятия, даже если вы работаете сама на себя, не работаете при каком-то учебном центре, все равно предварительное тестирование очень-очень важно. И оно прям вот обязательно, я бы так сказала. Вы знаете, несмотря на то, что бывают такие случаи, что вы протестировали ребенка, показал один уровень, но после нескольких уроков вы понимаете, что он или хуже, или лучше наоборот. Это бывает. Поэтому на самом деле предварительное тестирование не стопроцентная гарантия, но хотя бы 80% вы можете быть уверенным, где приблизительно находится ребенок. именно потому, что это 80%, не 100%. Я делаю так и вам рекомендую так. Не начинать учебник в первые две недели, а посмотреть с новыми группами, с новыми детьми тот учебник, который вы планируете после предварительного тестирования, да, начать его, попробовать его. И если вы уверены, что все вот пошло как бы достаточно на самом деле трех-четырех занятий, да, чтобы увидеть уже прогресс и подходит ли им эта книжка, тогда уже останавливаться на приобретении этого материала, да. Предварительное тестирование. Нет такой вот у нас прям фиксированного входящего теста, скажем так, да, единого на всю страну, единого на весь мир. Каждый делает это по-своему. Сегодня я хочу поделиться, как это делаю я. Дело в том, что уже несколько лет я делаю именно этим способом. Здесь вот в Российской Федерации все хорошо получается для русскоговорящих студентов. В Египте это было по-другому, в Украине тоже по-другому. А в России хорошо действуют и очень редко, когда в течение года я меняю свое мнение. Поэтому это такие reliable resources для меня, и я их не меняю. Я расскажу вам о предварительном тестировании для младших школьников, young learners, teenagers and adults. С младшими школьниками я работаю только, которые именно школьники, то есть первый, второй класс. Тут тестировать нечего, тут мы берем с нуля, и первый класс, и второй класс. Я начинаю с третьего класса только, если человек уже так ко мне приходит и спрашивает, какой класс третий. А, все, иди сюда, потому что в третьем классе будут разные. Кто-то что-то запомнил с уроков английского во втором классе, кто-то не запомнил, да? Вот. С дошкольниками я не работаю, поэтому тесты для дошкольников я не буду о них рассказывать, но в принципе, чего там тестировать, если еще и с русским все плохо, что там по-английски будет хорошо. Так. Начну я с того, что скажу вам, что логичнее всего, конечно, использовать placement-тест того учебника, по которому вы работаете, той линейки. Но, к сожалению, далеко не во всех ОМК представлен этот placement-тест. Несмотря на то, что я работаю по хорошим учебникам, с подростками, да, допустим, мы идем по Кембриджу, ни в одной линейке не представлен placement-тест. Вот как-то так получилось. Ни в objective, ни в compact, ни в complete, ни даже в prepare нету placement-тест в этих линеечках, поэтому, ну, я... Это ничего страшного, потому что у меня есть тест, который подростковый, который отлично ложится под подростков в России, да. Вот. Также, что я еще хочу вам сказать, что лучше всего ориентироваться на тесты, которые выдают вам результат по общеевропейской шкале языков, да, то есть А1, А2, B1, B2, да. Не те, которые выдают вам там это elementary, это intermediate, up intermediate. Дело в том, что подавляющее большинство новых учебников современных, оно именно пишет вам, да, там, сейчас покажу несколько учебничков вам, да, что это, вот здесь у меня, допустим, да, что это B2, то есть они все пишут вам уровень такой, да, уже не используются практически эти названия, как бы elementary, beginner и так далее. Гораздо удобнее использовать все-таки общеевропейскую шкалу, то есть от А1, ну, до B2. А, B2 мало, конечно, кто к нам приходит. Так, дальше, если даже у вас есть placement-тест к вашему ОМК, вы должны его проверить. Не всегда результаты, которые даются, трактовочка, как бы, результатов, да, совпадает с уровнем именно наших русских детей. Почему я так, вот уже несколько раз вам выделяю это слово русско-говорящих или вот Российской Федерации детей, потому что наши дети... очень смышленные, наши дети продвинутые, наши дети умные, они очень образованные на самом деле, да, и когда они начинают активно заниматься английским языком, у них очень хороший флюинс, они могут добиться, да, вот. Ну вот, например, я начну сейчас с теста для детей. так, сейчас я буду делиться с вами экраном. сейчас на экране у вас должно появиться Family and Friends placement test. если появился, напишите, пожалуйста, в чатике плюс. не появился, напишите, пожалуйста, минус. так, видно, появился все, спасибо, спасибо, коллеги, все, я поняла. Итак, я работаю по линейке Family and Friends с Young Learners, беру я от Level Starter и до третьего, вот как бы так до третьего, да. placement test этот мне очень-очень нравится, но я его, опять же, адаптирую под своих студентов. Сейчас я покажу, как я его адаптирую и почему. Значит, к score и к levels я вернусь попозже. Так, а сейчас я покажу, да, то есть если у меня ребенок третий класс и выше, то есть, ну не выше, а третий, четвертый класс, да, то я даю вот этот placement test. Задание, я сразу начинаю, когда приходит ребенок, да, я сразу маме говорю, о, мне нужен минут 20-30. Как правило, вот весь тест для этого возраста занимает у нас 20-30 минут. И увожу его подальше от родителей, да, чтобы родители не подсказывали и не нервничали. И я спрашиваю сразу, what's your name? И уже начинаю слушать, да, то есть параллельно у меня идет такое вот reading, writing и speaking. Ребенок, как правило, умеет отвечать на этот вопрос. My name is Liz, там, допустим, сегодня у меня была Liz. И я ей по-русски говорю, пожалуйста, напиши вот здесь английскими буковками, там, где my name is, ребенок пишет свое имя. Тут вы уже смотрите, а, что-то умеет, да. Дальше, a, я ему объясняю ребенку, да, что здесь у нас алфавит по порядочку. Вспомни, пожалуйста, алфавит по порядочку и впиши пропущенную буковку. Если ты забудешь, ничего страшного. Вся бумажечка, я не говорю слово тест, это слово страшное для них. Я говорю, вся бумажечка на английском языке, если ты забыл какую-то буковку, подсмотри, возможно, ты ее найдешь и вспомнишь. Я не жду, пока ребенок будет делать a, я ему говорю, потом ты это сделаешь, когда я отойду от тебя. Потому что здесь очень много заданий, мы делаем вместе. И, конечно, лучше, чтобы ребенок чувствовал ваше присутствие, да, и был какой-то interaction, уже начиная с момента претеста. B. B, я говорю, что здесь ты слушаешь одежду, какую я тебе говорю, и ставишь циферку. Например, one coat. И дальше я называю в разброс. Тут на самом деле не важно, как в teacher notes прямо сделать, вы можете все, что угодно говорить. Two shoes. Three socks. И ждете, конечно, да. Можно повторять два раза. Но на самом деле дети, как правило, уже не меняют свое мнение. Первый раз написали, и все, и слава Богу. И сразу же я прошу ребенка, я-то уже знаю, сколько ответов он правильно сделал, написать вот здесь, где дробь 4, да, написать циферку 2, если он только два ответа правильно сделал, или 3. Без комментариев, почему 2 или 3. Please, напиши здесь three. Thank you. Вставляем English, где только можно. See. Я прошу ребенка прочитать номер один. И ребенок бэкая-мэкая читает мне. Has doctor. He is a doctor. He is a doctor. Кто во что гораст. Это не важно. Потому что чтение пока я не проверяю. В слух я имею в виду произношение. Это я подправлю потом. И я его спрашиваю, это доктор на картинке? Он мне говорит, no. Я говорю, правильно. Поэтому здесь стоит трестик. А если бы был доктор, ты бы поставил галочку. Вот так ты делаешь все остальные задания. Two, three, four, and five. Понятно? Понятно. Но ты это сделаешь потом. Дальше я перехожу ко второй страничке. Я выполняю это задание немножко по-другому. Тут что идет написано? Look and circle the sound. Какой ребенок в третьем классе знает, как будет горка на английском языке? Или цыпленок? Или вот это вообще похоже на кроссовки, а не на shoes. Поэтому во избежание недоразумений, потому что это не то задание, которое тестирует vocabulary. Это то задание, которое тестирует словосочетание и reading, phonics, и насколько ими владеет ребенок. Поэтому я говорю так. Я называю слово на картинке, а ты вводишь один из трех букв, в которые дано. Начальный звук. И тут я делаю что? Сразу говорю ребенку так. Two, please. Или four, please. Как правило, три, четыре балла они здесь хорошо набирают. Вот. Дальше я объясняю. И у тебя дана циферка в виде одной из трех значений. И оставляю. Эх, я представляю так. А это у нас игра. Читай экзампл. И ребенок читает. Банана. Грейпс, конечно, мало кто читает правильно. То дрейпс, то ничего не будет. Но это не важно, я не поправляю. Бук. Эппл. И я ему объясняю. Молодец. Бук обведено, потому что оно лишнее. Как ты думаешь, почему оно лишнее? Деденок говорит. Это фрукты, мы их едим. Бук не едим. Я говорю, правильно. Бук же ты не ешь. Правильно делаешь. Не надо. Бук есть. Ребенок уже улыбается, расслабляется. Я ему говорю, вот таким образом ты в каждом рядочке ищешь одно лишнее слово. Ты не все слова здесь знаешь. Это не страшно. Попробуй угадать, какое слово лишнее. И все. И на этом моменте я ребенка оставляю. Он возвращается к первой страничке. Я даю минут 10 на самом деле. И заполняет как бы алфавит, заполняет вот это вот тик, кросс, си, да, и выполняет и циферку, и выполняет ф вот эту вот игру, да. Если я вижу, что ребенок как бы нормально, через 10 минут он с этим справился, то мы продолжаем еще одну страничку делать. Я ему говорю, давай поиграем в ушко. Ушко – это я. Я задаю тебе вопрос. Например, have you got an apple? И ответ будет yes, I have. Потому что вопрос начинается с have you got, да. И ребенок видит, что как бы have, have. Я говорю, пробежись глазками по ответам. Даю минуточку, да. И потом начинаю, ну, в разброс тоже, да, это не обязательно идти по teacher's notes. Я задаю более простые вопросы. Например, do you like bananas? Can you swim? What color is your hair? И тут я трогаю волосы ребенка, чтобы он вспомнил, что такое hair. И are they brothers? Я вот такие вопросы, допустим, задаю. Тут же сразу я вижу, что он отмечает, и говорю ему поставь вот здесь циферку three или two. H – order the words. Тут понятно. Я тоже даю подсказочку детям, что какое слово первое будет в предложении, которое с большой буквы, а какое будет последнее, которое со знаком. И I, я ему говорю, что упражнение I наподобие ушка. У тебя есть вопрос, и только один ответ правильный. A, B или C, и ты его обводишь. Вот, ребенок здесь буквально пять минут как бы занимает сделать это. И иногда, не всем, я даю вот это задание, да. Здесь глаголы, только я поясняю, что это такое на картинке, потому что картинка номер два, например, не очень ясна. Я объясняю, что one – они танцуют, two – поет, three – yes, four – speak, five – читать. И если ребенок написал they are dense, и даже вместо D написал B, я засчитываю это как правильный ответ, потому что здесь я смотрю знания глаголов, да. Грамматику я подправлю на любом уровне. Все равно мы грамматику эту долбаем на каждой уровне. И continuous, и simple, и все остальное. То есть главное здесь знание глаголов, да. На K я уже не перехожу, честно говоря, я не делаю ни K, ни L, тем более, как бы, да, все это я уже не делаю. Вот, answer K мне, соответственно, тоже не нужен, потому что я немножко это делала по-своему. И потом я с ребенком разговариваю, да, потому что он уже немножко расслабился, если ребенок не устал, ну, в зависимости от ребенка, можно, конечно, сделать в начале, можно сделать в конце. Что я говорю с детьми, с young learners на устной части? Я спрашиваю, what's your name, how old are you? Это я спрашиваю в самом начале, и где вот my name, и с ребенок пишет имя, и пишет возраст тоже. То есть он мне его устно отвечает и пишет свой возраст, цифра, естественно, я же не монстертича, простите вы написать это буквально, да. Дальше я спрашиваю, have you got a dog, have you got a cat? Неважно, если вы спросите, do you have, потому что это в зависимости от того, как вы учите, да, что у вас идет, какие структуры у вас идут в начальных уровнях. Потому что структура have got, они должны понимать ее. Дальше. Can you swim? Can – достаточно простое слово, которое дети тоже должны владеть. Я надеюсь, вы записываете сейчас за мной, я буду помедленнее говорить. То есть первые два вопроса. What's your name? How old are you? Если ребенок отвечает односложно, 8, 12, хорошо. Если говорить более длинные фразы, еще лучше, да. Вот. Дальше, если он не отвечает, how old are you, я спрашиваю, 8, 10, 9, это такие backup questions, которые допустимы не только на экзаменах, конечно, но и на предварительном тестировании. Дальше я продолжаю, да. Have you got a dog? Have you got a cat? Can you swim? И показывая, допустим, вот то, чем он пишет у меня. What's this? И он отвечает там pen, pencil. Сразу, what color is it? Он отвечает color. Дальше я убираю это все. То есть вы можете на любой объект показать. Ну, конечно, pen, pencil такие самые оптимальные. Ответил pen, pencil можно на деск показать, чтобы проверить как бы немножечко его vocabulary, да, знание vocabulary. Вот. Дальше я перехожу. Do you like bananas? То есть немножко протестировать food, элементарный food. И если он говорит yes, и чтобы убедиться, что ребенок действительно знает, о чем идет речь, я спрашиваю, what color are bananas? То есть это имеет смысл сказать, да? Так вот, если ребенок ответил только на первые два вопроса, what's your name и how old are you, да, то это показатель для меня, что он идет на family and friends 1. То есть это второй год обучения. Первый идет у меня стартер, да, то есть там, где только алфавит, буковки и vocabulary отдельными словами. А вот family and friends 1, это как раз-таки линейка, которая вот серьезное, серьезное такое обучение начинается. Если же он ответил на все остальные вопросы достаточно дельно, да, односложно, но правильно, допустим, то это показатель для меня, что он идет на family and friends 2. Это третий год обучения, получается, да, вы вот на своей линеечке как бы так вот примеряете тоже. Вот, дальше, ежели он ответил на все эти вопросы, то я уже тогда его готовлю, уже в мозгах у меня, что он может, я его могу за год приготовить на movers. И тогда я беру картиночки из учебника, картиночки из экзамена. Сейчас покажу на подобии которых я говорю вам. Ну, любую, да, любую картиночку, которую только вот там вот под рукой как бы есть. Это у меня из Starters Word List, конечно, я не беру на предварительное описание Movers книжечку, да. Вот, ну это может быть на самом деле любая, scene, picture, абсолютно любая. И спрашивая у него по картиночке там, допустим, да, ну вот здесь у меня такая. How many monkeys? How many trees? Where is the monkey? То есть начинаю задавать уже question words, соответственно, да. И обязательно вставляю tell me about, tell me about monkey, please. Вот. Затем можно еще спросить что-нибудь со словом when, например, when do you do your homework? И обязательно тоже я вставляю структуру continuous, where in and doing. What's the monkey wearing? What's the monkey doing? Вот. Если ребенок более-менее так отвечает на эти вопросы, для меня показалось, что он уже может готовиться к экзамену Movers. И я его беру на Family and Friends 3. На самом деле Family and Friends 3 – это уже последний учебник, который я беру в этой линейке. Это четвертый год обучения. Как правило, малыши на этом заканчиваются. И уже на детские учебники больше я не иду. Перехожу потом на подростковые, да. Откуда именно эти вопросы? Откуда, почему я именно их задаю во время теста детского? Потому что они соответствуют устным экзаменам кембриджским. Кембриджские экзамены, они показатель не только для тех, кто готовит к экзаменам кембриджским. Кембриджские экзамены, они как бы задают стандарт уровням иностранного языка, в нашем случае уровням английского языка, да. То есть на уровень starters дети должны отмечать на вопросы, вот эти, которые я вам говорила в первой части. What's your name? How old are you? Конструкция have you got? Can you? What's this? What color is it? Do you like? Вот эти вот конструкции, показатель starters. Дальше вот эти вот вопросы уже. How many? Where? When? Question words различные. Where and doing, да. Это уже показатель movers. Поэтому даже если вы не готовите к кембриджским экзаменам, я очень рекомендую вам ознакомиться со списком слов, со списком, то есть это называется по кабелу релиз, да, и со списком грамматических и лексических структур, которые должен ребенок знать на каждый уровень. Где их найти? Их можно найти у меня на стене в Cambridge Teacher. Если не найдете, я могу прислать вам лично. Если вы попросите, я могу всем и разослать, в принципе, еще разочек, да. То есть даже если вы не готовите к экзаменам, все-таки кембриджские стандарты, они задают очень хороший и удобный уровень по ступенечкам, что ребенок за первые два года должен выучить, за вторые два года и за третьи два года, да, что он должен выучить. Мы с вами знаем, что по кембриджским и оксфордским методикам, ям-леурнерс – это дети до 12 лет, поэтому они идут 6 лет, с 6 до 12, да, то есть предполагается, что 6 лет, 7 лет они готовятся к экзамену старчерс, 8 лет, 9 лет, ну, грубо говоря, да, так они готовятся к морс, еще два года готовятся к флайерс. Вот, поэтому большинство линеек, ям-леурнерс УМК, да, имеют 6 уровней, вот именно поэтому, да. Ну, говорю, я, например, не продолжаю все 6 уровней, потому что наши дети все-таки в 12 лет уже не хотят рисовать, они не хотят уже раскрашивать, поэтому я перехожу вот после 4-го УМК, это приблизительно дети 5-й класс, да, очень редко это 6-й класс, я прихожу с ними уже на подростковые учебники. То есть я останавливаюсь вот на третьем, Family and Friends 3, я беру стартер уровень, я беру Family and Friends 1, 2, 3, и все. Что касается результатов этого письменного теста, по-устому, я надеюсь, все понятно. Что касается результатов письменного теста, смотрите, что здесь дано. Что если ребенок набрал от 0 до 22 баллов, grade 3, 23, 47, grade 4, 48, 75, grade 5. Абсолютная ерунда. Как может быть ребенок перейти на Family and Friends 3 и сдать экзамен Movers, если у него всего лишь 21 балл? Смотрите, за это задание он получает уже 10 за алфавит. За B вот это, да, он получает 4 балла, это уже 14. Если здесь угадал еще парочку, это 16, да. То есть я его никогда не отпущу на третий прямо сразу, да. Поэтому, что касается меня, я сейчас вам постараюсь написать здесь те баллы, они, в принципе, у меня есть уже, я с вами делилась в группе. Я постараюсь вам сейчас это написать здесь, как я это делаю, да. То есть я это делаю следующим образом. Если он набрал от 0 до 15 баллов, то он у меня идет на уровень стартер. То есть это первый год обучения, да. Если с 16 до 30, то мы идем по Family and Friends 1, то есть я выберу на первый год обучения. Если набрал с 31 до 42, то это Family and Friends 2, то бишь третий год обучения. Соответственно, 43-63 я выберу на Family and Friends 3. Сейчас вы увидите мою табличку, вот она. Ну, можно здесь, в принципе, сравнить, да. Вот, я ценю вот так, оцениваю, не ценю, оцениваю вот так. И откуда это я взяла из моих учебников. То есть я посмотрела, что на стартер дети у меня вот проходим, да, что мы проходим в Family and Friends 1, и отсюда я вот это все выяснила, да. Я надеюсь, вы сделали скриншот. Сейчас я перелесну просто, да. Вот, смотрите, они идут со мной, ладно, пусть идут со мной. Вот, смотрите, да, то есть алфавит я беру в Family and Friends Starter. Вот эту всю лексику мы тоже берем в Family and Friends Starter, да. Вот это начинается в Family and Friends 1. Начинаются вот эти вот в CCH, SH, writing numbers до 20, тоже идут в Family and Friends 1. Потому что в Family and Friends Starter мы берем цифры до 10, соответственно, да. Вот эта вся лексика, она тоже идет из Family and Friends 1. Даже prepositions и вот эти shapes, они тоже идут в Family and Friends 1. Вот это уже вся ерундень пошла, у меня Family and Friends 2. Именно поэтому как бы я даю вот так это даю, как я даю. Так, все ли понятно по Young Learners? Сейчас я перехожу сейчас на Teenagers. Если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, напишите их в чат-бокс до того, как я перешла на подростка. То есть мы сейчас с вами разобрали тест письменный и устный для Young Learners. Если нет никаких вопросов, тоже будьте добры, пожалуйста, напишите в чате. Я пока глотну чаю. Хорошо, сейчас повторю. Значит, Наташа, вы пишете, что вчера девочка делала его 45 минут с трудом. Я поэтому не отхожу от детей, в принципе, да. То есть я его оставляю на 10 минут сделать первую, вторую страницу, третью, четвертую, там даже я так 5 минут ему даю, и все. Потому что, конечно, ребенок, сколько бы вы его ни оставили, он будет сидеть и мучаться. И если я вижу, что вторая страничка далась с трудом, уже нет смысла давать третью, четвертую. Понимаете? То есть тут уже зависит от того, пятого я не даю, например, вообще. Так, Анастасия просит повторить, какие буковки заданий для какого уровня. Сейчас скажу. Смотрите. A, B, C. То есть первая страница – это уровень стартер. Вторая страница – задание D и F, соответственно, уровень F, F1. Family and Friends 1. Третья страница – вот эти вот вопросы, G, составить предложение. И еще раз вопросы – это Family and Friends 2. Все остальное тоже Family and Friends 2. Вот это все тоже как бы идет Family and Friends 2 на самом деле, да? А вот K – это уже идет Family and Friends 3. Я бы так сказала. Вот. Так что вот и все, что касается малышей. Что я хотела сказать вам последнее по Young Learners, что если вы не идете по линейке Family and Friends, вы можете подобные задания сделать, вот возьмите это за основу, как бы, да, и подобные задания посмотрите у себя в учебниках и вот наподобие такого что-то сделать. А можно попробовать на самом деле, насколько они подойдут и к вашим линейкам тоже. Вот. Дальше. Переходим на Teenagers. Что я хочу сказать про Teenagers? На самом деле, Teenagers я проверяю тремя видами теста. Если слабые классы, пятый, шестой, седьмой, то два вида теста. Это устный и вот этот письменный, вот этот тест, как бы, да, я делаю? Written test, скажем. Это не writing, это просто written test. То есть я делаю oral test и written test. Если же дети уже 8-9 класс, ну, 8-й так, а вот если уже 9-10-11, то однозначно я еще прошу сделать и writing тоже. Так, по поводу подростков. Подростки приходят зашуганные, запуганные, особенно, когда их приводят родители, да, поэтому вы должны это понимать. А что слово тест всегда очень страшно, даже для подростков. Поэтому вы должны сразу настроить ребенка, что оценку мы тебе не ставим. И ты не можешь написать его плохо. Просто как напишешь, так напишешь, да, вот как-то. Надо сразу настроить. И подросткам я даю час на written test. Час на written, не на writing, не путайте, да, а на written test я даю час максимум. Если ребенок закончил раньше, значит раньше. Я говорю, что здесь, в этом placement test 120 вопросов. Это так и есть. Посмотрите, вот они, так. 120 вопросов. Я ему говорю, что ты не должен выполнить всех. Как только ты открываешь страничку, я говорю с ними по-русски, на placement test. Как только ты открываешь страничку, и ты уже ничего не понимаешь, нет смысла угадывать, ты останавливаешься. Но если ты чувствуешь, что ты можешь еще, продолжай. Мы устал, плохо стало все, останавливаемся, да. Но чем лучше, чем больше ты сделаешь, тем лучше я смогу оценить, как бы, твой уровень. Вот так я их настраиваю. Перед тем, как они садятся писать placement test, вот этот written test, я провожу устную часть. На самом деле, вот, почему English Unlimited, вот этот, как бы, да, placement test, он мне очень нравится. Я не иду вообще по этой линейке, абсолютно, я иду по разным линейкам. У меня есть Objective, вот кто, как бы, знает, да, уже был на моих вебинарах. У меня в зависимости от возраста и уровня группы разные учебники. То есть они могут быть все А2, но уровень самих студентов разный, динамика студентов разная. Поэтому с более слабенькими я беру, допустим, English Plus. С так себе беру Objective, с более Smart такие, вот, я чувствую, что они смогут, на них можно подавить, знаете, выдавишь, и из них получится. Я беру Prepare, вот эти, как бы, основные линейки, по которым я работаю. Вот, но English Unlimited Placement Test подходит вот прям, прям отлично, да. То есть он редко, когда меня подводил на самом деле, да. А тем более, если вы сделаете еще Oral Test и вот этот вот Written Test, и еще, если будет Writing, то у вас будет достаточно Clear, Reliable Picture такой, да, нового студента. Вот, я перепробовала много разных тестов на самом деле, да, и Solutions, Ну, вот, как бы, вот этот English Unlimited мне действительно вот ложится лучше всего на подростков. Говорят, что это учебник для взрослых, неважно, он действительно хорошо идет на подростков. Посмотрите на вопросы, да, они достаточно простые для подростков, то есть никаких там нет уклонов на работу, на какие-то взрослые вопросы, поэтому для подростков вот у меня он идет очень-очень хорошо. Единственное, что ограничиваете их во времени и настраиваете на то, что все 120 выполнить совершенно-совершенно не нужно. Вот. Я выполняю Oral Test с подростками до того, как я делаю вот этот Placement Test, потому что потом уже человечек устанет. Поэтому я делаю Oral Test до того, как он приступит к Gritting Test. Итак, опять же, что должны знать и уметь подростки, вот уже Productive, да, какие Production они должны уметь делать. Опять же, основу я беру из кембриджских экзаменов. И для вас, опять же, повторюсь, неважно, если вы не готовите к экзаменам, все равно кембридж это стандарт, он дает стандарты языку. И это очень здорово, это очень fair, это очень clear, что на каждый уровень должен знать студент, понимаете? Потому что вне зависимости от того, по каким учебникам вы идете, все равно он учебник А1 или он учебник А2. То есть они все дают стандарт вот этот, общий европейский, как бы, да. И кембридж нам как раз-таки вот все это конкретно к английскому языку подставил, да, что на А2 должен знать подросток, что на А1 нет такого, да, то есть подростки начинаем с уровня базового А2, что он должен знать на Б1. Поэтому, опять же, говорю, хендбукс, кембриджский хендбукс вам в помощь. У меня тоже на стене они все выложены, последние буквально, да, потому что есть у нас vocabulary list, опять же, так же, как и для малышей, так же Кембридж делает vocabulary list для подростков. А2, Б1, Б2 нет, потому что Б2 уже он должен знать все. И grammar list, grammar и structure list, как бы они так идут, да. То есть какую грамматику с какими функциями должны знать на уровень А2 и на уровень Б1. Они выложены у меня также на стене. Хотите повторить, продублировать, напишите мне, пожалуйста, я вам еще разочек продублирую. Итак, что касается вот детишек, да, что я спрашиваю с самого начала. К сожалению, мне не хватило немножечко времени все это вам написать, но оно написано у меня на бумажечках, я могу вам сфотографировать, выслать, да. Либо вот пишите, пожалуйста, вслед за мной. Итак, когда ребенок приходит, сразу я ему сначала объяснила вот этот как бы written test, и потом начинаю, прежде чем давать ему эту бумажечку, да, я начинаю его спрашивать и пишу себе пометочки прямо на этой бумажке. Сейчас я найду, покажу вам, как это выглядит. Вот, чтобы недолго окопошиться, да, вот у меня есть, ну, для малышей, видите, да, вот здесь пометочки я делаю вверху, speaking, точно так же я делаю и для подростков, да. То есть я пишу speaking, такой-то у них там, да, вот, и начинаю, конечно же, what's your name, how old are you, это все понятно. Опять же, have you got friends? Тут уже про cat и dog, естественно, мы не спрашиваем, потому что это подростки, поэтому have you got friends? Они такие, yes, a lot of friends, и тут начинается уже, да, so, so, no, yes. Они начинают спрашивать, а что именно сказать? По-русски, допустим, могут спросить. И вот здесь, как они отвечают про best friend, уже для вас показатели уровня. Если он говорит, как бы, да, что his name is, или, допустим, he's twelve, и все, то есть никаких adjectives не используется, то это А2. Если же начинается, как бы, he's kind, he helps me, то это уже pretending, как бы, что А2 и выше, да, вот, потому что для B1 как раз-таки характерны вот adjectives и opinions, то есть он умеет выражать свое мнение, почему, да. Вот, дальше, следующий вопрос. Tell me about your family. Кому-то, говорите, да, там, кому-то tell me about your friends, tell me about your house, tell me about your brothers and sisters. То есть тут уже вы можете, один любой, не обязательно про все это он должен рассказать ребенок, да, один из трех вот этих достаточно. Опять же, вы проверяете словарь. Если tell me about your family, все сводится к тому, my family is small, I have a father and a mother. Все. Значит, это А1, даже не А2, потому что на А2 уже он должен сказать работу, должен сказать, что они делают вместе с семьей, да, не говорить ничего, вы подсказываете. What do you like doing together? Да, то же самое про house. Не просто сколько комнат, да, что ты в каждой комнате делаете, выводить их на глаголы вот этими, как бы, да, вопросиками. Дальше. На уровень А2 также я спрашиваю. What do you do every day? Потому что everyday routines, он должен знать ребенок на А2. Хотя бы 3-4 глагола он называет, все, я говорю thank you и останавливаю. Какой ответ, предположительно, может быть на А2, да? I go to school, I help my mom, I visit my grandma, I do homework, не обязательно I do my homework, не обязательно идеальный ответ. Вы просто щупаете лексику, щупаете, да, вот какие verbs, потому что на уровень А2 они должны знать глаголы. Если же нет глаголов, то это А1. Если есть глаголы и есть descriptive adjectives, значит, это B1 уже. Вот так вот, да? Вот, дальше. What did you do yesterday? Здесь мы прощупаем past simple, потому что на А2 должен быть past simple. Если ребенок понял вопрос и говорит yesterday I swim, I eat, I go to school, значит, это все еще в самом начале А2 ребенок. А2, но перешел как бы один, вот так, да? Вот, дальше. По поводу B1. Дальше я начинал уже, да, то есть, если я вижу, что на вопрос tell me about your best friend ребенок употребляет много adjectives, таких вот серьезных adjectives, да, то я перепрыгиваю вопросы вот эти вот tell me about your family, я перепрыгиваю what do you do every day, я иду на past simple, what did you do yesterday, и я перехожу сразу на вопросы B1. Чем отличается B1, еще разочек скажу, да, от А2. Descriptive language, то есть много adjectives они могут использовать. Различных, описывающих характер человека, описывающих самого человека, описывающих события, описывающих holiday, negative, positive adjectives, различные, да, и они отличаются opinions, то есть человек может выразить свое мнение, может объяснить слово because. Why? И он отвечает because и дает очень такой вот прям логичный объяснение, да. Например, what are your plans for the next weekends? Тут я ожидаю услышать I'm going to. Если ребенок хорошего B1, он скажет I'm going to. Если он как бы говорит просто I want, или maybe I will, я это засчитываю, но я себе понимаю, что это B1 первый год обучения, то есть самое начало B1. Потому что опытный B1 уровень, который уже второй год обучения, да, кто не знает, я скажу, что каждый уровень, вот этот A1, A2, он занимает приблизительно два года. То есть чтобы подняться от A1 до A2, надо два года. Чтобы получить B1, мы тоже учимся два года приблизительно, да. Вот. То есть те, которые вот уже B1, второй год обучения, они должны знать, что как слово plan, значит это going to. Вот. Следующий вопрос. Я должна протестировать present perfect, потому что going to present perfect, мы знакомимся с ними по два, но только знакомимся, и мы не ожидаем, что подростки это будут продуцировать. Поэтому я спрашиваю, например, have you ever visited any foreign country? Tell me about this. Если он говорит no, я говорю, what country would you like to visit, and why? Так, секундочку, закрою, сейчас появилось у нас. Понятненько, да, то есть present perfect уже этот уровень должен употреблять, знать и продуцировать. Дальше. А два не смогут сказать ни why, ни почему, а один должен уже сказать I need it for my future, I like my teacher, the book is interesting, если слово там fascinating или exciting, вообще будет вау, то есть вот тут вы уже смотрите, какой adjectives они употребляют, соответственно. Дальше. Следующий вопрос, в принципе, как бы последний, предпоследний, который я спрашиваю, what do you like doing in your free time? Или what do you like doing with your friends? Тут я ожидаю элементарные phrasal verbs, например, там, hang out, или go out, или eat out, или stay in, потому что на B1 они начинают это делать. Если он употребляет хотя бы какой-то вот такой фразовый глагольчик про free time, то я уже понимаю, что это B1, второй год обучения, конец B1. Если же обычные слова употребляет, но умеет объяснить why, то это первый год обучения B1. Хороший вопрос, все время вот как бы я спрашиваю, what is your favorite place in our town, and why? Вообще, как бы смысл говорения, да, это о себе поговорить, чтобы была коммуникация живая, не про London is the capital of Great Britain, понятно, да, а про тебя, а тем более подростки, которые к вам приходят первый раз, а вы им столько вопросов задаете, именно о нем вы говорите. Your friend, your house, your favorite place, там, in your house, или in your town, это не важно, да. Вот, конечно, это располагает подростка уже больше, ну, а вы тем самым просто вот щупаете, да, те adjectives и тот descriptive language, который есть. Так, это я сказала, это я сказала, это я сказала. Так, дальше, что касается, то есть вот я вам объяснила, да, B1 видно, то есть первый год обучения, второй год обучения. Если ребенок прекрасно справился со всеми этими делами, и мне мало, и я все еще сомневаюсь, B1 или B2, то есть я вижу, что он отлично как бы здесь справляется, я даю ему просто экзаменационные tasks и провожу вот эти вот как бы с ним спикинг по картинкам экзаменационным. Это картинки, сначала я беру одну картиночку из B1, из экзамена PET, и одну картиночку я беру из экзамена FCE. Сейчас я покажу вам, как это выглядит и скажу, почему. Так, один момент. Ну вот, смотрите, да, то есть я даю вот такую картиночку, это из учебника Pre-P, но вы можете это взять из любого как бы PET-экзамена, вот, например, да, ситуация такая, ну, я, естественно, это уже говорю как бы по-английски, да, что девочка вышла из больницы, сестра твоя, допустим, да, там вышла из больницы, какую партию ей лучше устроить как бы, и почему. Тут не написаны слова, тут написаны картиночки нарисованы, да, и ребенок должен объяснить, почему эта партия подойдет, а эта партия не подойдет. Вот, это был вот такой спикинг у нас как бы в PET, да, хороший спикинг, тут вы можете протестировать словарь, услышать, да, опять же, как бы, насколько он умеет давать reasons, вот, что же, и одну картиночку, одно загадание спикинг я беру тоже из FCE, ну, например, я вам покажу, да, как бы, сравнить две картинки, например, да, и задать, почему как бы, сейчас, секундочку, секундочку, быстренько так я покажу, ну, вот, например, про free time, да, вот, вот, картиночки, да, любые две картиночки free time, почему я говорю, что как бы уровня дают такого, то есть вы по своим учебникам уже посмотрите подобные задания, да, и вопрос, например, может быть, да, вы даете, во-первых, limit, time limit, две минуты, за которые он должен объяснить вам разницу, the difference between the pictures, in both pictures you can see people playing sports in their free time. Why are the people enjoy, или why do the people enjoy doing this kind of sports in their free time? И там еще один вопрос, например, and what about you? What would you prefer and why? Вот таким образом, как бы, да, то есть и все, вот здесь вы уже тестируете, все-таки он больше на B1 идет, или на B2 идет, ребят. Вот такой вот спикинг, как бы, я провожу с подростками. Бывает, что у вас не совпадение. Бывает, что written test показывает уровень А2, speaking test показывает B1 более-менее, да, поэтому очень важно иметь все-таки еще и writing. Что такое writing? Writing, опять же, я говорю, я опираюсь на кембриджский стандарт, не потому что я готовлю к кембриджским экзаменам, а потому что они молодцы, организовали вот эту вот ступенечку, что на каждый уровень должен уметь ребенок, должен уметь подросток, должен уметь делать ученик, да. Вот, кстати, про speaking. Простите, горлышко уже пересохло. На speaking не должен быть идеальный. Грамматика не должна быть идеальной во время speaking. Во время speaking мы с вами слушаем vocabulary, мы с вами слушаем collocations, которые они используют, да. Grammar и вот эта вся сторона ерунде вы проверите вот здесь, в written test. А здесь вы сфокусируетесь на fluency, сфокусируетесь на том, как он умеет владеть тем словарем, который у него есть, потому что очень часто ученики, и даже взрослые на уровне А2 умеет так это все классно объяснить и сказать все эти reasons и причины, вот, но я понимаю, что не хватает descriptive adjectives, но они умело хорошо это пользуют, да. Так вот, writing. Что должен ребенок уметь на writing? А2 – это личное письмо, 35-45 слов. Очень много темплейт существует, как бы, да. Я беру любой темплейт, который мне придет в голову, особенно, например, там с exam booster. Сейчас я вам покажу книжечку, кто еще не знает. Вот, например, да, берем exam booster, но не обязательно это должен быть exam booster, и берем writing, любой writing, на который у вас упадет глаз. Сейчас я скажу, на что упал у меня глаз. Так. Вот. Жасто. Your English friend, читаю так, потому что я с ногами не могу. Your English friend Joe goes running every day. You want to go running with Joe. Write an email to Joe. Он должен написать 25-35 слов, вот, ну, можно и 45, здесь не разница. И тут дается три вопроса, на которые он должен ответить. Say, when you want to run. Ask, what time offer to show Joe a nice place to go running. Я просто объясняю ребенку, что ты должен ответить на все три вопроса и сделать это в форме письма. То есть, hi, Joe, не забудь написать goodbye. Вот это хороший показатель writing будет у вас. Справился он или не справился, да. То же самое я даю задание из exam booster для PET, preliminary, B1. Причем вы можете дать выбор ребенку, да, это будет очень справедливо, потому что на B1 им уже дают writing, выбор. То есть, это может быть article, это может быть review, это может быть story. Ну, обычно я даю либо вот article, либо story. И, кстати, email там тоже есть. Вот, наверное, все-таки story и email самые такие вот общие. Только уже он должен написать не 35, 25 слов, да, он должен написать 80-100 слов. Но точно так же, как вот на этот уровень, точно так же там будет дано, на какие вопросы он должен ответить. Когда вы проверяете письмо, на что надо обратить внимание, чтобы это письмо было действительно уровня B1? Если вы внимательно слушали, как проверять speaking, то напишите мне, пожалуйста, в чат-бокс, какой именно словарик вам покажет, что это письмо уровня B1? Пока вы пишете, какой лэнгвич вам подскажет, что это B1, покажу еще раз учебничек, попросили меня показать. Умничка, Александра. Конечно, descriptive adjectives, еще что там должно быть у нас. Фразовые глаголы немножко должны быть, конечно, но немножко, понимаете, это не такой, как на B2 там должен быть, да. И reasons, молодец, Александра, правильно, он должен уметь давать reasons. Как это выражается в story? В story и в email это выражается логикой. В story логикой в email именно reasons, потому что там всегда есть вопрос, допустим, я делаю проект про другие страны, про обучение в других странах. Подскажи мне, пожалуйста, какие ресурсы лучше использовать как бы при выполнении домашних заданий в вашей стране. И когда ребенок это пишет, он должен сказать, почему нужно использовать именно эти ресурсы. Вот вы все молодцы, отлично сделали. Так, был вопрос, как оценивать письменный тест для подростков. Да, есть ключи, они тоже выложены у меня на сайте. Что я делаю? Сейчас я вам покажу, что я делаю. Вот так выглядят мои ключи. Вот этого теста, ритм-тест для подростков. Я себе вот эту табличку распечатала и приписала вот таким образом. Смотрите, если он набрал от 0 до 15, то это уровень стартер. Соответственно, у меня такие детки идут по уровню English Plus. Если от 16 до 35, то это A1. Я иду English Plus, второй год обучения, соответственно. Если это 36-55, то это уровень A2, по-моему. То есть я беру его либо на Objective, либо на Prepare 3, в зависимости от того, how smart he is. Потом B1 у меня идет 56-75. Опять же, здесь я смотрю, да, он B1, но он B1 первый год обучения или второй год обучения. Опять же, ближе к 56-ти или ближе к 75-ти. Какой был Speaking? И B2 идет 76 и выше у меня. Вот так вот, да? Идет 76 и выше. Вот такие уровни, как бы так у меня есть. Вот именно эта картиночка, она и выложена у меня в группе. Недавно, вот я на прошлой неделе выкладывала Placement Test для подростков. И что я могу сказать еще разочек, да? Если не совпадает устная часть PC, то есть Oral Test и Written Test, во-первых, говорит, writing поможет рассудить, во-вторых, я все-таки больше склоняюсь к speaking, потому что за лето, может, он забыл эту грамму, забыл этот use of English, забыл какие-то там, да, вещички, но, понимаете, он не может спродуцировать, а speaking это и есть production, если у него на самом деле этих знаний нет. Вот. А остальную там вот грамматику и всю эту ерунду я почищу. Просто я буду знать, что у него как бы проблемы вот с этим writing и written test немножечко, да? То есть, ну вот я так больше опираюсь, скажем так, да? Вот. Что еще хочу сказать, что я возьму на уровень его, вот который повыше все-таки, допустим, я сомневаюсь, А2 или B1? Я возьму все-таки, наверное, на B1, но с тем, я предупрежу его и родителей, что мы посмотрим через месяц, через пару месяцев, да, возможно, я его опущу на группу ниже, если он ее не подтянет. То есть, я всегда даю себе pace, я всегда даю себе воздух, да, я всегда даю себе расстояние, что, возможно, мы тебя переведем. Если будет очень сложно, мы тебя переведем ниже. Если будет очень просто, мы переведем тебя выше, да? И, опять же говорю, в таких случаях я возьму, попробую учебник с ним, с этой группой или с этим индивидуальным ребенком, да, пару недель без покупки этого учебника, и через две недели вам все станет ясно. Как вам станет ясно и почему вам станет ясно? В первый урок вы даете ему что-то, что он уже учит, не просто вспоминает, а учит, да? На второй и третий урок уже будет вам понятно, выучил он это от вас и как тяжело ему это далось. Вот, поэтому уже вы сможете рассудить. Так, тут что-то у меня в чате активизировались. Так, повторите, пожалуйста, отличия. Так, давайте немножечко выше подниму. Prepare 1. Prepare 1, мне кажется, очень простым. Prepare 1. Но вот я не успела немножечко записать, я целое лето хотела записать ревью этой серии учебника ОМК. Как раз я вот сейчас это сделаю вместе с вами. Prepare 1, новая серия, я ее начала пользоваться в прошлом году. У меня были новые подростки, 5, 6, 7 класс, я решила начать с ними сразу с Prepare 2. Мне показался Prepare 1 достаточно элементарным. Полистав его, как бы я подумала, что это слишком просто, начнем мы сразу с Prepare 2. Все-таки дети 5 класс, 6 класс, 7 класс, они уже какой-то English знали в школе, я их протестировала. Показал уровень А1, допустим, да? Думаю, ну все. Prepare 1, соответственно, это первый год обучения А1, и такой с Pretending, да? И Prepare 2, он такой был между А2, начало А2 такой, как бы, да? Ну что вы думаете? Не пошло у меня это дело. Prepare 2 не пошел. Но я это обнаружила через 4 месяца. 4 месяца мы пытались этих детей и так и сяк учить, и у нас не получилось. Он, оказывается, слишком сложный. Слишком сложный даже не в плане английского языка, а в плане заданий. Все-таки эта серия учебников для таких smart, bright minds. Он не подходит для обычных детей, среднего такого ума, скажем так, да? Темы там даются очень философские, темы даются очень глубокие, и без обычных вот таких вот хороших знаний, не в английском языке, а вот общих таких, да? Этот учебник не пойдет. Единственная группа, с которой пошел учебник хорошо и пошел учебник Prepare 3, это та группа, которая у меня занимается с уровня starters, которые закончили starters, movers и собираются сдавать CAT, понимаешь, в этом году. То есть и дети, которые занимаются у меня уже пятый год. Вот с ними Prepare 3 пошел просто идеально. Им не было сложно, им не было просто, им было как раз увлекательно, интересно и то, что надо. Вот, поэтому эту линеечку я беру Prepare 3 теперь только, и только с теми детьми, которые у меня уже были, и уже вот на пятый год я беру с ними этот Prepare 3, со всеми остальными, с новыми детьми. Я буду брать в этом году English Plus, это оксфордский учебник, который как раз-таки идет таким вот переходящим, да, между детским и подростковым, скажем так, да? Вот, дальше. Различия в спикинге между начало А2 и конец А2, да? В глаголах разница. Сколько глаголов может использовать ребенок? Вот, скажем так, только это, да? И, конечно, А2, конец А2, они уже должны знать и различать where, when и так далее. То есть хитрые question words. Так, дальше. Какой вопрос? Если уровень определяет, что А2, значит, учебник брать А2 плюс или все же А2? А2. Просто А2. Какие учебники берете для B1 и B2? Prepare. Беру prepare, мне нравится безумно вообще. Тут у меня с prepare for я уже работаю, получается, третий год. Те дети, которые уже сдали экзамен CAP, допустим, да, уже у них твердый А2, prepare for идет идеально. Он начинается с adjectives. Он начинается с adjectives personality. И мы друг друга обсуждаем, и кто у нас cheerful, и кто у нас там редиска, и совсем не cheerful, допустим, да, miserable какой-нибудь. Ну, здорово вообще. Идет просто отлично. Он дает глубокие знания. Prepare for, prepare for five идут для уровня B1. После него дети сдают B1 не просто хорошо, они сдают его очень хорошо. То есть ближе к B2, понимаете? То есть prepare, он очень углубленный учебник. Не только он к экзаменам готовит, кстати. Готовит он очень ненавязчиво. Экзам skills проходят так вот через учебник, ненавязчиво, и вам практически ничего не остается с ними нарабатывать дополнительно именно к экзамену. Но и дают очень глубокие знания. Прям вот мне нравится очень. Так, B2. Соответственно, иду уже как prepare 6 и prepare 7. Вот. Но B2 я только начинаю готовить таких деток. Так, опыта большого нет, но переживаю очень и надеюсь, что у меня все получится. Экзаменаторы, по крайней мере, которые сейчас в этом году принимали у меня B1 дети, сказали, что отлично, если вы пойдете с таким темпом, то B2 тоже сдадут все отлично. Я надеюсь. Так. Вот. Наташа пишет, что занимаюсь по линейке prepare 7 класс, с трудом делают prepare 1. Вот поэтому я и говорю, что действительно он очень нехороший. Надо начинать с 4, когда у вас уже идет B1. Вот тогда уже идет. Так, если за один год выходим на CAT, то лучше Objective, или он устарел. Светлана, я беру Objective в этом году опять. Что могу сказать? Вышел новый exam booster. Вышел новый exam trainer по CAT. Поэтому ничего страшного, если вы будете в этом году пока использовать старый Objective. У меня хорошо получается, понимаете, поэтому я беру старый Objective. И новые тренеры. Готовлю их к новому формату экзаменов, но беру Objective, потому что там практически нет заданий. Есть, но мало заданий на экзамен, поэтому ничего страшного. Так, я думаю, что по подросткам у нас как бы так все. И по взрослым, да? Что касается взрослых. Что касается взрослых. Мне очень нравится тест Headway. Я скажу, почему. Я одно время работала по Headway, когда жила в Донецке, когда жила в Египте, работала по Headway. Здесь он не пошел. Наверное, поменялся, может быть, контингент, я не знаю. Все-таки в Египте люди все говорят по-английски, учились многие на английском языке в школах, там много международных, да? В Донецке как-то тоже, может быть, другой контингент был у меня. Но он слишком углубленный оказался для моих здесь местных, как бы взрослых. Поэтому я перешла на учебник, который называется English for Life. Понятно уже название учебника, как бы, говорит само за себя. Это Оксфордский учебник. Вот. Там как раз-таки вот те основы, которые нужны взрослым. Для жизни, для путешествий, для работы. Как бы он без углубленного изучения, да? То есть там нет статей, допустим, как в Headway. Вот. Нет видео таких, как бы, да, как в Headway, по которым надо потом работать. Вот. Поэтому я иду по English for Life. Но, несмотря на это, я продолжаю пользоваться placement-тест от Headway. Почему? Мне нравится этот тест, потому что он определяет не только уровень, там, А1, А2, он еще определяет сразу уровень, под уровень, как бы, да? Сейчас я вам покажу. Ага, это просто тест сам. Сейчас я вам покажу. Ключи, и вы тогда поймете, о чем я говорю. Потому что со взрослыми, как бы, да, важен не только уровень, но под уровень. Так, видно ли вам сейчас ключи? Посмотрите, вам сейчас должна быть видна табличка. Test result, CEFR level is a level of Headway. Видно. Вот, замечательно. Видите, да, то есть тут даны вот эти вот, как бы, первый год, второй год, грубо говоря, обучения, да? B1 вообще расписан на четыре уровня. Вот. Вот именно в этом ценность этого теста я вижу. И он действительно хорошо потом ложится вот на мой English for life, или с чем я там работаю. Вот, потому что немножко мы пытались по speak out тоже идти с этими группами, да? То есть вот со взрослыми, я говорю, беру именно этот тест, потому что есть не просто уровень, есть под уровень, что очень-очень важно, конечно, да? Ну, наверное, у меня все, что касается speaking по взрослым. Я провожу его очень похожим на подростков, но только вместо вопроса, конечно, например, там, do you study English at school? Я говорю про работу, да? Вот, как бы, такие вот дела. Так, про любимое место в городе и про все остальное. Также мы делаем это интервью, и ожидания точно такие же, в принципе, как бы у подростков и у взрослых. Так, перед тем, как я перейду сейчас к финальной части нашего вебинара, который пролетел быстренько, как одна секунда, а не как один час, подожду ваши вопросы, прежде чем сделать свои conclusion. За этот час я так и не допила свою несчастную кружечку чая, которую начала еще, на самом деле, полтора часа назад пить. Нет, speak out не то, чтобы не пошел, Анна, да, но English for life оказался более логичным, более структурированным. Мне нравится, что там одна страничка, не связанная со второй страничкой, да, то есть там идет, допустим, numbers, тут идет grammar, тут идет это, да, то есть если мы запали в numbers, я могу перейти на страничку с grammar, и потом эти numbers еще дрили-дрили-дрить, они не будут связаны со следующей страничкой. Вот, да, правильно, Наташа пишет, да, что у меня, что там нет четкой структуры speak out, а English for life гораздо проще структурирован, вообще мне это нравится. В оксфордских учебниках во многих так. Одна страничка, одна тема, вот так вот. Так, следующий вопрос. Тест для детей занимает 30 минут, письменное говорение. Да, 20-30 минут, не больше. И не затягивать, и надо с ребенком стоять, прям над ним стоять, с ним стоять. Я, поскольку у меня детей много, я назначаю всем на одно время, там у меня 4-5 человек пишут одновременно, инструкции дают одновременно, и успеваю глазами, двумя глазами за всеми ними следить. Так, дальше, что все-таки делать, если понимаем, что прогадались с учебником, через какое-то время учебники уже куплены. Я, вот у меня так было, говорю, с prepare two в прошлом году, я купила prepare one одну, один учебник, и просто брала vocabulary из prepare two, потому что он был куплен у детей, но грамма и основные вот такие вот все упражнения брала из prepare one и печатала. Вот так вот. То есть мы из prepare two брали самое необходимое, это vocabulary, а вот грамма и совмещение вот этих вот текстов, кстати, reading, мы тоже брали из prepare one. Вот так вот мы выходили из ситуации. Так, что скажете об English five? Он актуальный для General English. Да, мне, говорю, нравится. Сейчас, если у меня недалеко, то я покажу вам, чем он мне нравится. Да, вот у меня он как бы недалеко. Сейчас вам покажу, что нравится он мне. Для взрослых, говорю, вот те взрослые, которые приходят так вот и говорят, нужен English для себя, грубо говоря, да, то вот это самое подходящее. Я начинаю с elementary, я не беру begin'a. Я начинаю сразу с elementary. Вот здесь идет знакомство, идут сразу разные role play. Вот здесь можно застрять на целый урок, потому что я, например, когда работаю со взрослыми, я вот одну страничку растягиваю на 90 минут. Мои учителя берут по две странички, как правило, 45 минут, 45 минут, да. Дальше пошел грамма, сингла, плюрал, пошли articles и classroom, да, то есть то, что вот нужно им в classroom. Но все это не детские рисунки, да, то есть они такие нормальные, нормальные рисуночки. Вот. Дальше идет третья страничка, listen and speak, пошли numbers, где они их учат и сразу применяют, говорят, время, допустим, да. Четвертая страничка идет такой комикс, тоже здесь full role playing и так далее. Ну вот, мне нравится. Он, с одной стороны, яркий, вы видите, достаточно много картинок, то есть можно поспикать. Но, с другой стороны, я говорю, лег очень хорошо, ненавязчиво хорошо лег на моих взрослых. Так, Анна пишет, хотела еще раз уточнить, если по результатам теста уровень speaking A2, то берем именно A2. А почему? По идее, A2 уже есть, надо дальше. Нет, это начало A2, не дальше, совсем нет, оно не закреплено. Это показатели того, что ребенок находится на уровне A2, но оно еще не, not complete, скажем так, да. Мнение по solutions и more. More не работало, solutions – отличный учебник. Вообще просто мне он очень-очень нравится. Почему не работая по нему, у меня не получается вытягивать их, то есть я беру один учебник в два года, получается, да. И несовпадение идет с кембриджскими экзаменами. Если не нужны кембриджские экзамены, то, конечно, solutions очень хорошие. Очень хорошо идет, совершенно не хуже при ПЭА подростков готовит. Вот, solutions прям вот мой любимый. Очень по нему тоскую, и на самом деле я беру какие-то из него вещи. Он очень современный, он очень хороший, он также обновляется, как и кембриджские учебники постоянно. Так, ну что ж, вопросов пока больше нет. Спасибо вам за ваши вопросы интересные. Если что еще разреет, пишите. Так, при ПЭА-3 это А2+, да, при ПЭА-3 это А2+, это все, это даже с претендинг уже на B1. Вот такой, то есть чтобы сдать А2, нужно нам закончить половину при ПЭА-3 и будет нормально. Вот, итак, сделаем небольшое подведение итогов этого вебинара о предварительном тестировании. Во-первых, всегда давайте себе запас, всегда давайте себе возможность перевести потом ученика выше-ниже. То есть вы говорите, что ребенок, ты вот как бы in between, но я тебя поставлю в группу, которая чуть-чуть тебе выше, для того, чтобы ты подтягивался. Если тебе будет очень сложно, у меня есть куда тебя перевести. Все время давайте такую картину, если вы вот как бы сомневаетесь в уровне, да, вот, и говорите это clear и fair и ребенку, и родителю. И давайте себе вот этот вот запас, да. Первое, я объясняю так, что лучше пусть ты их догоняешь, чем тебе будет скучно со своими вот одноклассниками там или одного возраста, как бы детками, да, ровесниками. Дальше, второе, родителям нужно давать правильную, адекватную оценку знаний ребенка, не завышать. От того, что вы завысите ее, это не значит, что они к вам придут, как бы, да, потому что потом будете виноваты вы. И я все время опять же говорю, что не подтянет, не вытянет, да, переведу пониже. Или наоборот, если окажется группа слишком слабая для него, да, переведу его в группу повыше. Это очень важно давать тебе вот этот вот запас. Дальше, я, например, все время, когда у меня говорительное тестирование, некоторые родители все равно, хотя знают, куда они идут, знают, как работают у нас в клубе, да, все равно они хотят индивидуальные занятия. На что у меня один ответ, и я надеюсь, что вы меня тоже поймете как преподаватели. Что? Я работаю в мини-группах. Почему? Потому что язык – это общение. Один на один, то есть ученик-преподаватель один на один в индивидуальных занятиях – это не общение. Язык познается в общении, и именно мини-группа даст нам необходимое общение. Я их по парам могу разделить, две мини-группы могу разделить, допустим, да, все вместе, whole class у меня может быть, то есть разные-разные interaction. Вот так вот. Так, ну что ж, отдельно грамматику берете, учебники, вопросы пошли, вопросы пошли. Беру, что беру? Беру active grammar и беру focus grammar. Все. Но не беру их как отдельно учебники, они у меня есть в электронном виде. Если у меня возникает нехватка как бы упражнений в грамматических, я беру именно из этих двух учебников – active и focus. В prepare у меня есть отдельная grammar section. У меня есть отдельная grammar section, где выделено не только правило, видите, вот там grammar section, где выделено не только правило, но еще дополнительные упражнения. Кроме того, что есть в основной части student book, и кроме того, что есть в workbook, еще есть дополнительная grammar section. Поэтому я очень редко, когда прибегаю к помощи дополнительных грамматических книг, но все время прибегаю к грамматическим играм. Все время после каждой темы у нас должна быть игра. Это коммуникатив грамма, это тема будет для другого вебинара. Так, ну что ж, спасибо всем за внимание, за вашу активность. Очень рада была вас видеть. Надеюсь, у вас все встало на свои места. Каждый нашел ответы на свои вопросы, потому что, ну, идем по разным учебникам, да, но тем не менее у вас должна быть четкая структура в голове, что вы хотите от своих учеников, то, чего вы учите. Будет запись в вебинарах, будет, да. Спасибо вам за ваши комментарии позитивные. Буду рада, если вы оставите отзыв, конечно, да, сейчас я вам скину ссылочку. Так. Давай скидываю ссылочку, у вас есть еще возможность что-нибудь спросить. То есть на самом деле вот как бы впечатление, не только вы получаете, понимаете, во время предварительного тестирования, не только вы получаете впечатление от вашего нового ученика, они также получают впечатление и от вас. Поэтому как вы уже начнете как бы ваш interaction во время этого тестирования, уже много скажет, сойдетесь вы или не сойдетесь. Ваш это ребенок или не ваш этот ребенок. Никогда не бойтесь отказать. Если вы сомневаетесь, если у вас не совпадают цели, не надо, не распыляйтесь, на всех вас все равно не хватит, всех денег вы все равно никогда не заработаете. Во время предварительного тестирования отбирайте людей не только по уровню, но и подходят они вам или не подходят они вам. Как красиво отказать? Я все время говорю так, вы знаете, вот на данный момент деток такого уровня у меня есть, нет, но я могу записать вас в лист ожидания. И записываю в лист ожидания. При них же, типа вот у меня лист ожидания, когда они уходят, я в этот лист ожидания пишу минус себе, и в скобочках пишу, почему я не взяла этого человека, чтобы потом вспомнить, когда они звонят, почему я так сделаю. Вот я так делаю. Типа это не совсем отказ, вы у меня как бы будете в листе ожидания. Либо, у меня есть еще один вариант, я даю телефон плохой учительнице. Ну, может, не совсем плохой учительнице, но я все время говорю, вот у меня места нет на данный момент, да, но у меня есть другая учительница, как бы, но я за результат не гарантирую, я за результат не отвечаю. И даю номер телефона другого преподавателя, у которого мало учеников. Вот так. Так, ну что же, спасибо еще разочек. Все, мы с вами прощаемся. Завтра, не забудьте, завтра еще будет один очень интересный предмет разговора. Это первый урок или пробный урок, у кого как бывает, как его хорошо провести, так, чтобы он оставил не просто неизгладимое впечатление у вас и учеников, но чтобы после этого урока сердца учеников и их родителей были покорены навсегда, и они на всю жизнь остались с вами. Ну что ж, до завтра, надеюсь, завтра мы увидимся снова. И до связи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова